И снова здравствуйте, всем привет! Итак, давайте в этом ролике сделаем труп оленя, который будет или грифоны есть с анимацией, или потом анимацию сделаем волкам, которые в стае будут всё это дело дербанить. Так, я не знаю, пропустит ли эти страшные картины, значит, YouTube. Если вдруг не пропустит, будет какое-то предупреждение, то ролик потом перезалью, значит, как-то обрежу, наверное, и продолжение уже где покраска будет, в ZBrush, будет уже в группе ВК. Ссылка будет потом под роликом. Ну, уже, раз уже смойте, уже будет, вот, уже есть под роликом. Так, погнали! Как это дело всё обыграть? Я сначала зайду в блендер. Почему? У меня модели уже готовы, риги в них вставлены, это дело очень облегчит, значит, постановку в позу. Ну, если в позу вставить, значит, в ZBrush или тут, ну, здесь, возможно, вставлять, опять же, кости, ну, или как-то маскировать, как-то там всё передвигать уже по примитиву. Так, погнали! Сначала откроем оленя. Где наш олень? Так, олень. Так, где он у нас в свободной позе? А, нет. Здесь у меня, значит, это он бежит по прямой. Делаю сразу, не ищу я, значит, вот эти все, предварительно не пересматриваю файлы. Вот как получается, так получается. Так, включаем видимость, значит, костей, тройка на нампаде, и нам надо его в произвольную форму, да? Значит, английская A, N-панель, включу скрин-каски, N-панель отключаем, так, выделяем все кадры, они нам не понадобятся, и на первом кадре делаем Alt-G, Alt-R, Alt-S. О, хорошо видно, прям размер подгадал по боку. Так, прописываем и блок-рот, чтобы она уже не меняла свою позу. И теперь нам что нужно сделать? Единицы на нампаде, делаем, ну, или английским R, валим оленя, но все равно транспозом нужно будет потягать, чтобы он хорошо так лег. И теперь смотрите, так, персонаж-то у нас лежит, лежит, но так-то лежать он не может, правильно? У него же рога там мешают, там еще что-то. Берем вот эту косточку, ну, здесь уже транспоз можно выключить. Так. И как бы, наверное, на бок. Вот так. Следующее, что делаем? Значит, следующее, делаем тройка на нампаде. G. Вот. Все это будет на вытянутую, ну, как-то, наверное, вот так согнуто, да? Так. Эту лапу потом, наверное, мы все-таки обрежем или оставим. Так. Ну, это как бы, вот такая должна быть поза. Так. Теперь у нас позвоночник отсоединен. Значит, мы можем делать, что? Можем его крутить. Вот так. И теперь с помощью мов так, или транспоза опустить мы ее не можем, потому что это соседняя косточка, да? Во! Уже организм расслаблен, а вот это лапа. Она же тоже так не может быть. Единица на нампаде. Она же должна так лежать. Тогда ключица у нас единица на нампаде должна в расслабухе быть. Прям в полной расслабухе. Вот так вот. Так. На рогах олень так лежать не может. Значит, надо ему бошку перекрутить. И, значит, чуть-чуть ее длиже как-нибудь как-нибудь, значит, выкрутить. Так. И тогда шею нужно немножко подкрутить, а вот эту позвонку чуть-чуть уложить. Ну, вот уже верю. Так. Теперь. Значит, G. Вот тут вопрос. Как они удербанить будут, да? И какие части нам будут нужны? Так. Ну, так. Единственное, нападе, чтобы ниже пола-то лапу не опустить, чтобы потом ее не корректировать. Так. Что на шее? Давайте еще, наверное, вот так вот. Раз. И G. Вот. Будет полная расслабуха. Так. Ну, а эта лапа, наверное, прям, ну, так пускай будет. Так. Теперь расслабим тазовую кость. Ну, в принципе, подготовка под трупом уже готова. Так. Тут вопрос с башкой. Башку можно будет оставить. Так. Ну, наверное, как-то так-то, да? Ну, тут все вверх будет выдрано, перевернуто. Ну, и английская А. локрот. Прописываем обязательно. Делаем object. Выбираем нашего персонажа. И нужно применить модификатор. Apply. Теперь мы можем так, delete. Удалить нашу, наши кости. И видите, все. Это теперь общ модель, которую можно будет использовать. Ну, в принципе, она такая и будет. Вот. Это если кому-то интересно, как ставить в позу без гемора. Так. Тут вот гемор все равно произошел. Ctrl-Z, Ctrl-Z. Вернемся назад. Хорошая штука возвращения. PostMod. И вот здесь я не углядел. Провалилась у меня эта лапа. Отключаем видимость. Так. Что-то прямо на уме хорошо провалилось. А ну-ка. Так. вот видите, косяк еще в чем. Вернуться-то я вернулся, а не до конца, значит, все это дело вернулось. Вот. Модификатор не вернулся. и я двигаю кости. А кости у меня не привязаны, значит, к телу персонажа. Так. Оп. Смотрим. Вот. Все. Лапа вышла. Все. Меня это устраивает. Теперь. Модификатор выбираем опять же наши косточки персонажа. Аплай. Так. Это. Аплай. Все. Теперь кости опять же делит. Повторение мать учения. И вот это все. Эмпти. Делит. Вот этого персонажа сохраняем, значит, файл экспорт в опт формате или в subx. Это вот как вам хочется. можно даже в CTL сохранять. Дестоп. ТР. Олень пускай будет. Так. Что-то тут понажимал. Т. Так. Дестоп. ТР. Олень. Пойдет, значит, экспорт опт формат. Так. Теперь еще раз сохраню на всякий случай. Потому что бывает вдруг какой-то файл. Раз там сохранился, косяк какой-то. Я всегда делаю по два. Так. Следующий вариант. Это все хорошо. Нам теперь понадобится скелет. Нам понадобится теперь скелет значит вот этого персонажа. Так. Печально, что он без рига у меня, да? Это очень печально. но в принципе не столько это страшно. А ну-ка, арматура пардон тянула, была же. Я его выкладывал значит на сток продавать. А там нужно, чтобы вот это все арматура, камера была, свет все отключено. Вот парадокс какой. Так, выбираем кости и теперь заходим в post-mod так единица на нампаде английская а делаем r так g ну приблизительно да? а вот так сделаем. Заходим в ops заходим делаем импорт ops и находим нашего вот этого оленя протупил так делаем значит оленя s ну как-то приблизительно да? а ну-ка ну в принципе что наверное s побольше да чтоб таз перекрыло вот так вот и теперь что делаем выбираем кости персонажа заходим в post-mod и будем приблизительно значит это дело подгадывать так у коня у нас лапы гнутся в другую сторону не проблема так раз и r в принципе вот так оставлю я потом это все подтяну так здесь у нас как-то так ключица r под лапу попадает так вот здесь другое построение значит другое построение у нас башки так попасть бы эту башку теперь так что что на нее тут установлено копи rotation нам не надо отменяем это действие так вот разница в настройке видите да разница в настройке скелета и уже получается неудобство так эту кость я уже не могу увести подкорректировать да так ну в принципе что я потом это все обрежу все равно что позвонок кости я тут подтяну и там где-то перекручу замаскирую ну в принципе вот по челюсти попало я только завести да так теперь тройка на нампаде семерка на нампаде делаем джи но тут вот еще в чем вопрос да тут же какие-то лапы они должны будут оторвать не так же что прям раз и вот замаскирую тоже потом подтяну или вот можно попробовать косточкой довести ага ctrl z здесь вот есть ограничение оп на copy rotation ну вот вроде бы попало так теперь джи и здесь вот надо вот эту косточку чуть-чуть довести она у нас должна быть отсоединена да снизу там будет не видно потом все это переформатируется и теперь значит джи вот сюда так ну и заднюю лапу надо тоже положить в мясо так ну в принципе что в принципе все нормально заходим в object mode теперь нужно выбрать значит нашего персонажа скелета и модификатор применяем файл apply так оленя можно значит delete он у нас уже сохраненный ну и вот в принципе похоже только лапу такую тоже не опустил но не суть вопроса так удаляем значит кости все сохраняем цвет камеру так цвет камера долой персонажа сохраняем файл экспорт ну давайте тоже ops desktop tr tr elet так и еще разочек значит на всякий случай вдруг что-то косяк плюс экспорт все это нам теперь не понадобится идем теперь в збраш все это дело компонуем пролепливаем выделяем кости рваное мясо находим текстуру значит вот это крови потрохов ребер и в принципе все в принципе все будет хорошо так погнали и так импортируем сюда значит что у нас рабочий стол импортируем труп оленя ван создаем дубликат и на дубликат импортируем так олень скелет так есть так теперь вытягиваем скелета оленя так применяем так make polymesh все тогда вот дубликат тут тупанул так скелет вот олень забыл все это дело подключить приделать да так есть у нас здесь прозрачность но нам это не понадобится почему потому что у нас олень в смысле олень больше по размеру и нам придется нашего скелета вот этого скелета засандалить аккуратненько у нашего оленя так пусть ребра торчат тут уже не принципиально вот лапу то что я до конца не запустил значит валения это уже не есть хорошо так опять же олень оленем значит должен это быть поменьше почему потому что не попадаю я на ноги так вот как-то вот так ну в принципе в том все алис заиргут если сейчас не менять вот полностью сетку вот этому персонажу да а просто добавить дивайдов и на дивайдах вот я попробую здесь что-то повминать что-то допустим поделать то текстуру в принципе возможно а нет мы же будем красить да control и маскируем левой кнопкой мыши выдираем это все дело делаем так поближе переводим снимаем значит маску маскируем только бошку control и опять это дело значит так вот так заводим вот ну хотелось бы завести так чтобы в башке она вот это была и тогда голову можно чуть уменьшить и чуть чуть значит ага так не прокатать я кручу ее а мне надо о вытягивать страшненько будет но ничего перелепим добавим доделаем но зато мы попали в принципе по размеру персонажа видите чуть чуть перекрутим и чуть чуть заведем можно еще чуть перекрутить и вот трагическая сцена подходит так теперь смотрим что с позвоночником ctrl и alt левая кнопка мыши подводим сюда в принципе не столь важно здесь можно уже москополоджи но в тополоджи и чуть так где-то вот посместите конечно чтобы не нарушить вот сам вид вот этот снимать маску и вот это все там где-то мясом перекроется где-то что-то так позвоночник уже он будет гнуться смотрим что получилось эту часть оставим так эту часть дотянем тут можно тянуть вертеть как хотите так самый ответственный момент делать динамо ого побольше драфсайз так еще побольше ого вот теперь нормально и теперь вот вопрос как работать с этим персонажем он у нас покрашен текстуру если подключить то текстура будет но я его могу перекрасить это не суть вопроса да а вот еще что так так ребра нам не надо это пробел ctrl alt ctrl alt можно где-то что-то стереть смотрим чтобы не потянуть какие-то детали ненужные чтобы потом дюжить дюжить гадко это дело не было так все включаем нашего оленя делаем ctrl и 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 ненужные как лево кнопка мыши подводим ключицы и все это делаю перекручиваем подгадываем подтягиваем так что тут ну принципе все нормально теперь снимаем маску alt левая кнопка мыши все это дело выравниваем иначе нашего вот этого кастлявого товарища вглубь заводим поглубже а вот с этой штукой нужно немножко ctrl и alt левая кнопка мыши на стык переводим потому что гнется она не туда куда надо так есть такое дело а здесь я немножко сочкану немножко так подтянул потом на линии тоже немножко но здесь уже с ногами сейчас будем решать как это все делать как это все делать значит я сделаю дайномеш сейчас геометрии дайномеш побольше чтоб палец до нас был так все дайномеш сделан ну то что он в кубиках мне не нравится сделаем ctrl d ctrl d в принципе а ну-ка сейчас как рисовать будет дайномеш не нужен так alt так 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 интенсивность уменьшим тут самый смак чтобы вот здесь вот больше было прорывов на животе да они же в основном ягодичную вот эту вырывают да как тут живут тоже должны будут вырвать тут уже будем рисовать мясо так теперь что ну на ноге сделаем вот так обрубыш это они потом утащат да так здесь вот мягкая ткань тоже вырвана пусть будет здесь тоже где-то до кости так ну нижнюю чуть-чуть пускай тут порвали краями так глотка это самая у них стука да тоже сделаем так ну и конечно они наверное же с какой стороны давайте вот с этой стороны вот так когда выбираем значит наш череп этот вот который надо будет тоже дайномеш сделать потом так выбираем ctrl и и значит move alt вот переключаемся на нашу персонажа здесь выбираем мофта позже давайте сапатку чуть-чуть натянем вот так рот как не может быть он должен быть деформирован вот так вот так 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 ну наш еще позвоночник как-то оголит да так это ctrl z так вот так вот эту часть будет уже открывать они тогда здесь добавим какие-то детали так откроем какие-то моменты чтобы что-то было им дать и короче вот где-то глубже где-то поменьше новое то плоду за куда значит мясо чуть-чуть на кости чтобы кости не были сдали от мяса это получится как то неприкольная. Так, ну, я думаю, что нужно ещё какую-то ногу. Какую-то ногу от собачек, да, хотя бы как-то. Ну, или так прикольнее будет, чтоб видели, что олень лежит, да, а то сейчас эту ногу убрать будет уже не симметрия, тут будет как-то некрасиво. Я понимаю, что, ну, какие-то части они должны утащить, там, не без этого, там, что-то как-то нагадить где-то, где-то что-то подтянуть, кусок с собой убрать, не без этого, где-то что-то должно, значит, впасть. Вот тут. Так, тут твёрдая часть, в принципе, в принципе, что. Ни хреновенько это колени давай, чтоб повернуло. Можно ему что сделать? Как будто у него ухо от собачек, да? ctrl-w, теперь придётся применить дал-сидень, может, дал-сидень удалить, а дивайды применить, иначе оно не удалит полигоны эти, да? Так, что ещё? Ну, вот уха нету, да? Уже понятно, ну, прям оленя того и так. И можно ещё, значит, поприкольнее сделать. Не знаю, могли они так сделать, нет, но хочу развернуть чуть-чуть вот этот ctrl-i. Значит, чуть-чуть вот этот рух. Вот. Ну, типа, грызли, за рух, там что-то вытянули, выломали. Прикольно. Так, ребра есть, надо как-то, на больше. Ну-ка, давайте попробуем. побольше, значит, чтобы скелет сам проявился. Значит, то здесь надо открыть вот эту штуку. Так, где она находится? Ну, вот она, да? Значит, переключаемся на нашего вот этого скелета и мофта пользы, ну, чтобы много не вдавливать, тянем, значит, эту кость чтобы она вырезала так. Так, что у нас тут есть? У нас здесь есть ключица. Здесь есть шея, тоже ребра. Тут есть кости тоже. Уже пострастнее. Ну, потрохов нету, тут кишков бы накидать, ну, кишков они ж съели их, наверное, да? Ну, если что, их можно будет добавить уже потом. Это не суть вопроса. Главное, все это дело сейчас раскрасить. И, в принципе, что, все готово. На скорую руку прикольная штука. нижняя часть у них в основном, наверное, остается, потому что падальщики ее потом в основном все звучит. Так, где-то что-то, какие-то куски. я думаю, с картинкой попробуем все это дело вытянуть. Сохраняем обязательно, чтобы у нас не пропал, значит, проект. Труп оленя. Вся вот эта вот модель, вся вот эта штука будет потом в группу выложена. Если кому-то надо будет, качайте. Уже этот альбатрос или как вот там падальщик выложен, волки выложены, можно делать риги рабочие, все можно делать, неплохие сценки. Так что пользуйтесь, снимайте. Надеюсь, вам это дело пригодится. Ну, теперь в интернет надо искать текстуры мяса. Итак, сейчас будут страшные картинки и, наверное, не стоит здесь показывать на ютюбе. Давайте я прерву сейчас этот ролик и, значит, продолжение будет, с продолжением он выложен будет, значит, в группе ВК. Ссылка, повторюсь, опять же под роликом, потому что, ну, мясо показывать, там, картинки очень жесткие. Так вот. Так что всем пока, до свидания, продолжение ВК. до свидания, до свидания, до свидания, до свидания, Продолжение следует...